Многомиллионным ущербом для продуктового бизнеса могут обернуться проверки Росконтроля. Ведомстве пришли к выводу, что 10 крупнейших торговых сетей нарушают правила маркировки товара. Проверяющие штрафуют ритейлеров за попытки спрятать фальсификаты и просроченные продукты. По магазинам прогулялся и мой коллега Роман Волгин. Вызывайте полицию, если вас что-то не устраивает. Так, уберите, уберите руки. 230 грамм, 356. Авторы этого видео не пользуются контрольными весами, а приходят в магазин со своими. Метод народного контролера вполне оправдан. Товар, который он проверяет, весит на треть меньше, чем указано на ценнике. Для убедительности он демонстративно проверяет устройство. Вот, 180 грамм. Покупателям всегда следует быть на чеку, говорят союзы потребителей. А весить, обсчитать или продать просроченный товар могут даже в крупных сетевых магазинах. Именно в них проверяющие чаще всего выявляют массу нарушений. Особенно на распасованных и скоропортящихся продуктах. Мы очень часто видим рыбу, которая красиво лежит на кубиках льда, либо в холодильном оборудовании. При этом, опять же, кроме наименования, что это там семга или еще какая-то рыба, форель, и стоимости ее, откуда она была привезена, когда она была выловлена, кто был производитель, какой у нее срок годности. Люди купили, просроченные. Вскройте, чтобы никто не смог выложить на продажу. Я же не буду вот привозить. Позовите администратора мне. А эти ребята из Ёжкар-Алы следят, чтобы на прилавках не залеживались просроченные продукты. Сценарий всегда один. Найти испорченный товар и заставить владельцев его уничтожить. Все можете раскрывать здесь, чтобы я видел. Чтобы вы обратно не положили. Но такие борцы найдутся не в каждом городе. Впрочем, активисты подсказывают, можно самостоятельно сообщить о нарушении. Достаточно оставить запись в жалобной книге. В случае выявления повторного нарушения, то есть, если первый раз вы этого не сделали, а второй раз вас опять, собственно, с этим поймали, то здесь уже будет ставиться вопрос в соответствии с административным законом вплоть до приостановления деятельности той или иной торговой точки на срок до 90 суток. Если же получилось так, что вы купили испорченный товар, но выяснили это уже дома, правозащитники советуют не выбрасывать упаковку. При наличии чека вам обязаны вернуть деньги. Роман Волгин, Анатолий Ворон, Кристина Волошина, Александр Зильбер. МИР24.